В отношениях между потребителем неких услуг и поставщиком этих услуг, то мне больше нравятся именно такие формулировки, потому что слово клиент при определенном переводе с английского языка на наши русские, получается, что это некий проситель. Отношения такие были какое-то время назад, сейчас уже таких отношений практически становятся неактуальны, в основном выстраиваются между поставщиком и потребителем тех или иных услуг или товаров, и для выстраивающих отношений не всегда нужна та реклама, которая воспринимается традиционно. Более того, могу сказать, что рекламный рынок, наверное, сейчас переживает некое внутреннее переустройство, перестройку, и традиционная реклама, я так ее иногда называю, золотая пыль, которая развеивается над определенной массой, но не над целевой аудиторией. А в общем-то, каждая целевая аудитория, каждая группа людей, которые сформировались по тем или иным принципам, причинам, эти целевые аудитории, они группы, я бы сказал, целевая аудитория с точки зрения маркетинга, группы с точки зрения интересов, либо каких-то других причин, имеют определенные потребности. И задача компании удовлетворять эти потребности, соответственно, традиционная реклама в том виде, в каком мы ее знаем, это, еще раз повторюсь, золотая пыль, которая развеивается над всей аудиторией, и кому-то это нужно, кому-то это не нужно, до кого-то эта информация дойдет, до кого-то она вообще оставит равнодушным совершенно к этой информации, и результат не будет. А выстраивание именно отношений с клиентом, оно позволяет как раз создать отношения, в которых не будет того, кто кто-то выиграл, кто-то проиграл. Будут две страны, которые будут, что называется, выиграл-выиграл. Принцип вин-вин, если, так скажем, в маркетинговом варианте рассматривать. И вот, когда выигрывает потребитель, выигрывает и поставщик. В случае, когда кто-то один выигрывает, тот проигрывает, как правило, отношения недолгие и быстро разрушаются.